Артем Михалков о детских воспоминаниях и путешествии с любимой девушкой. Артем Михалков, о детских воспоминаниях и путешествиях с любимой девушкой Ольга Цейнская, актер, режиссер, сценарист Артем Михалков не скучает на карантине, хотя и сетует на неопределенность ситуации. В интервью РИА Новости он рассказал, почему считает Сочи лучшим местом для отдыха, вспомнил о детской поездке с отцом на Волгу и об опасном приключении с дочкой в горах, а также о романтическом путешествии с любимой девушкой. Съемки фильма «Мистер Нокаут» из-за коронавируса остановились, а когда возобновятся неясно. Обсуждаем все это с друзьями в соцсетях, мнения много и все они разные. Очень хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Страница Артема Михалкова Фейсбук Актер Михаил Пореченков с супругой Ольгой и актер, режиссер Артем Михалков, слева направо, знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова, 1-4 Артем Михалков на красной дорожке, знак авторского права фото, страница Артема Михалкова Фейсбук Фейсбук Артем Михалков с дочерью Наталья и актриса Полина Лебедева на премьере картины «Надежда Михалковой» проигранное место, знак авторского права РИА Новости, Евгений Одиноков. Артем Михалков с дочерью и певец Сергей Лазарев на Красной площади в Москве, знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина. Артем Михалков с мамой Татьяной Михалковой, знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова, 1-3 Артем Михалков с дочерью Наталья и актриса Полина Лебедева на премьере картины «Надежда Михалковой» проигранное место, знак авторского права РИА Новости, Евгений Одиноков, я люблю путешествовать. Особенно по России. Как только разрешат свободно передвигаться, сяду в машину и поеду в Сочи. На мой взгляд, там есть все, что нужно туристу. И главное, на любой вкус и море, и горе. Если вам противопоказано греться на пляже, 40 минут и вы в Красной Поляне катаетесь на лыжах или просто наслаждаетесь чистым воздухом. После Олимпиады город стал очень современным, с удобной инфраструктурой, разнообразными развлечениями. Но лично я, наверное, все-таки отдам предпочтение морю. Давно никуда не ездил, соскучился, хочется искупаться. Артем Михалков, Надежда Михалкова и Олег Меньшиков на Каннском кинофестивале «Знак авторского права РИА Новости» Екатерина Чеснокова. Артем Михалков, Стас Тыркин и Полина Зуева «Знак авторского права РИА Новости» Екатерина Чеснокова 1-2 Артем Михалков. Надежда Михалкова и Олег Меньшиков на Каннском кинофестивале «Знак авторского права РИА Новости» Екатерина Чеснокова «Очень люблю Волгу». Правда, последний раз был там достаточно давно. Отдыхал у друзей, под Костромой, в маленьком городке Кинишме. Наблюдал за теплоходами, идущими по реке, и вспоминал, как приезжал сюда в детстве с отцом. Он снимал тогда документальный фильм о заброшенных церквях. Очень теплые, яркие воспоминания. Хочется повторить, но из-за работы сложно найти свободное время. Артем Михалков с отцом Никитой Михалковым, матерью Татьяной Михалковой и дочерью Натальи и знак авторского права РИА Новости, Алексей Филиппов. Программный директор фестиваля движения Стас Тыркин, генеральный продюсер фестиваля Полина Зуева и президент фестиваля Артем Михалков, знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова. Артем Михалков на Афтерпати в кафе-галерее знак авторского права РИА Новости, Валерий Левитин 1-3 Артем Михалков с отцом Никитой Михалковым, матерью Татьяной Михалковой и дочерью Натальи и знак авторского права РИА Новости, Алексей Филиппов. Когда я отдыхал несколько лет назад в горах с дочкой и ее подругами, мы заблудились. Там были совсем новые трассы, я плохо ориентировался на них. Стемнело, вокруг никого, подъемники закрывались, а мы никак не могли найти дорогу до отеля. Все время возвращались в одно и то же место, настоящий день сурка. Я понял, что единственный способ вернуться спуститься вниз по отвесной, практически вертикальной черной трассе. Ветер склон скользкий, как лед, но другой дороги я просто не знал. Еще как назло, сели телефоны, мы даже спасателей вызвать не могли. Спуск был очень напряженным, практически в полной темноте. Артем Михалков с дочерью Натальей на торжественном вечере, посвященном столетию его деда-писателя, поэта Сергея Михалкова, в Большом театре в Москве знак авторского права РИА Новости, Алексей Филиппов, при том, что ни я, ни девочки не были горнолыжными асами. К счастью, обошлось, до отеля все добрались живыми и здоровыми. Но приключения то еще было. Артем Михалков с супругой Полиной знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова. Артем Михалков на полумарафоне знак авторского права фото. Страница Артема Михалкова. Фейсбоп. 1 дробь 2 Артем Михалков с супругой Полиной знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова. Помню, как мы с моей любимой девушкой отдыхали на Волге. Катались на скутерах, заплывая в необыкновенной красоты заливы. Река такая бесконечная, невероятная, мощная. И проплывающие мимо деревни. С красивейшей русской природой, которая мне очень близка. А какие там волшебные закаты? Артем Михалков и актриса Полина Лебедева знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова. Само слово путешествие это уже романтика. Если ты с любимой. Не могу похвастаться, что устраивал кому-то такие сюрпризы, но идея отличная, обязательно ею воспользуюсь. Вернуться в начало вернуться на главную 8 часов ровно 24 мая 2020 года.